Что это саенция и как и почему она работает? Сначала кристаллы льда формируются на поверхности кубиков и на их гранях. При замерзании вода расширяется примерно на 8%, потому что из-за особенностей водородных связей молекулы занимают больше места, чем в жидком состоянии. Так вот, лёд расширяется во все стороны, и воде внутри кубика не хватает места. Она пробивается наружу сквозь отверстия во льду. Обычно треугольная, потому что кристаллы льда расположены под углом 60 градусов друг к другу. Когда вода вытекает через отверстия, она обрастает льдом, и получается полый шип. Чем глубже замерзает лёд, тем больше воды он вытесняет, и шип удлиняется. Процесс продолжается до тех пор, пока вся вода не замёрзнет или пока не заледенеет конец шипа. Если вы хотите сами сделать шипастые кубики, достаточно простой морозилки. Есть три способа увеличить шансы на успех. Во-первых, идеальная температура от минус 5 до минус 8 по Цельсию. Достаточно холодно, чтобы вода замёрзла, но не слишком быстро, иначе кончик шипа зарастёт льдом раньше времени. Во-вторых, дистиллированная вода подходит больше, чем из-под крана, потому что даже низкое содержание соли не даст шипу вырасти. В-третьих, если ваша морозилка проветривается, это тоже плюс, потому что циркуляция воздуха облегчает испарительное охлаждение. Кстати, иногда при подходящих условиях очень большие шипы вырастают в ванночках для птиц. Такие шипы вполне справедливо называют ледяными вазами из-за их формы. Если подумать, эти фигуры формируются исключительно благодаря уникальной способности воды расширяться при замерзании. Не делая она этого, всё на нашей планете было бы совсем иначе. Но раз лёд меньше по плотности, он образуется на поверхности и запечатывает воду внизу, где в жидкой среде процветают живые организмы. Предположим, что лёд оказался плотнее воды, тогда он тонул бы, вода начала бы промерзать, а лёд занимал бы всё больший объём. Разрастался бы, начиная со дна, и оставлял бы живым организмам всё меньше места. При долгих холодах вся вода на такой Земле замёрзнет, планета покроется льдом, и ни у какой жизни не останется ни единого шанса. Поверхность Земли в этом случае станет целиком белой, сможет отражать больше солнечного света и охладиться ещё сильнее. В общем, если бы вода не расширялась при замерзании, наша планета превратилась бы в безжизненный снежный ком. Но давайте учтём, что всё зависит от исходных условий. Если бы на Земле изначально было бы мало льда, он весь бы ушёл на дно, даже в Арктике. И поверхность планеты отражала бы меньше солнца, то есть поглощала бы тепло и нагревалась бы гораздо сильнее, чем сейчас. В общем, если бы лёд был плотнее воды и тонул, на Земле было бы намного холоднее или намного теплее, чем сейчас. Так или иначе, возможно, жизни не существовало бы. А может, нам пришлось бы жить без шипастых ледяных кубиков. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер. Верт Дайдер